здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш цикл программ беседы на сущном с вами владимир гольштейн и майкл милихов здравствуйте майкл да добрый день добрый день дорогие друзья я хочу продолжить начатый рассказ потому что было много отвлеков откуда пришел этот 2017 год пресловутый мы находимся на рубеже грядут большие перемены они уже начались это они начались задолго до этого и мы сейчас говорим о великом предсказатели всех времен и народов нострадамусе то есть нострадамус написал какое-то достаточно большое количество катренов как он их назвал но это какие-то такие зашифрованные стихи в которых есть прогноз который охватывает себе достаточно большой период времени очень большой период нашего времени дальше дальше далеко за пределами нашего времени чуть ли не до 3000 тысячелетия охватывает и уже все заканчивается вообще судя по тому как помню я там идет речь о конце света уже нет в трех тысяч до который близок которую нам уже предсказывали 2000 году 2012 году 21 декабря нам его предсказывали ну считается так что конца света было опять же смотря для кого для тех людей которые ушли другое измерение за это для них уже произошел конец света для кого-то он не произошел это не значит что будет разрушение полное разрушение погибнет вся цивилизация погибнет планета земля и мы на ней живущие нет это еще не произойдет по ведической концепции нам остается всего лишь 427 тысяч примерно лет поэтому нам на наш век хватит чуть-чуть еще золотой век нас ожидает золотой век нас ожидает миллион мы уже в нем находимся но сейчас вопрос не в этом вопрос в том что нострадамус значит кто такой нострадамус об этом говорилось в первой части нашей программы единственно о чем еще не говорилось и мы будем продолжать потому что объем и материал очень и очень большой то есть на сегодняшний день нострадамус уже возродился считается не имя его не озвучивается то есть пришел в новую жизнь вот перевоплотился а он инкарнировался до новое тело но он еще об этом естественно не знает потому что возраст его очень небольшой этого мальчика имя его не известно пока оно или известно но не оглашается но интересная вещь вот эти катрены они зашифрованы то есть зашифрованное не для чего потому что те люди которые начнут это все расшифровывать начнут за паника потому что там идет речь об очень каких-то таких очень серьезных вещах они потихонечку расшифровывается интересно что он так и сказал что примерно к 2050 году или раньше все катрены будут расшифрованы на сегодняшний день расшифрована только одна треть примерно этих катренов речь идет о том что мы сегодня находимся в очень серьезных событиях которые происходят в мире ну скажем так совсем недавно был выбран президент соединенных штатов америки который по всем прогнозам не должен был им стать это дональд трамп но он стал то есть какие-то необычные события будет происходить нострадамус он славился тем что он зашифровал и использовал метод который использовался еще физические времена потому что если мы будем скажем обращаться к источником физическим источником и материалом которые там описывается то там нету совершенно в нашем понимании хронологического порядка то есть там идет речь о каких-то там скажем третьих тысячелетиях пятых десятых тысячелетиях там идет сразу же после этого то что происходило там сто тысяч лет тому назад то есть абсолютно все перепутано времена для чего я получал наверное это не происходило не специально он получал так это и так подряд записывал как получал или это специально запутал кто мы гранат рада нет нострадаму запутывал специально дано на потому что еще раз всему свое время то есть это не должно быть расшифровано но он пользовался анаграммами то есть это переставление слов он пользовался датами которые абсолютно даты непонятно откуда взятые я сейчас не буду озвучивать конкретные номера во первых я это просто и не помню естественно и там огромное количество цифр просто невероятное количество цифр и различных сопоставлений различных аналогий различных скажем ссылок на какие-то библейские сказания и очень много таких то есть священная библия и другие источники но вот почему 2017 год то есть мы остановились на том что произошло очень знаменательное значимое событие в конце двадцатого века и речь идет о солнечном затмении которого не будет в ближайшие 82 года с того момента когда оно случилось 98 год и вот если мы возьмем скажем такую цифру речь идет то есть нострадамус в своем письме напомню это было в первой части генриху второму тому самому генриху второму королю который который он предсказал который предсказал смерть который погиб во время турнира учебного турнира когда когда щепка отлетела и попала ему в глаз и он умер и вот в когда он ему писал что интересно он писал прямо прямым текстом он писал только нескольким человеком он писал своему сыну он писал генриху о том что речь идет точка отчета идет от fallen man называется от падения адама то есть это 3000 три тысячи девятьсот восемьдесят седьмой год до 83 год три тысяча девятьсот восемьдесят третий год до нашей эры и он пишет о том что в начале седьмого тысячелетия начале седьмого тысячелетия произойдет очень и очень знаменательное очень серьезное событие будет происходить если мы просуммируем сегодня вот три тысячи девятьсот восемьдесят третий год но 17 лет не хватает и плюс еще две тысячи лет то есть четыре тысячи плюс две то есть начало тысячи седьмого тысячелетия это как раз сейчас попадает вот на 2017 год там очень много совпадений еще раз это не значит что прямо вот вот в этом году но очень много совпадений которые я не могу даже сейчас озвучить кому это будет интересно я могу привести эти цифры на самом деле ну скажем так почему 2017 год 1917 год как мы знаем была победа великой октябрьской социалистической революции мы знаем идет отчет от этого дальше если мы обратимся к израилю то образование государства которое было и которое датируется 50 лет тому назад это короче говоря было дальше пять тысяч семьсот семьдесят седьмой год это еврейский год значит 777 это священное число три семерки это мы знаем кстати был портфель три семерки да не случайно выбранное время потому что значит не самый плохой портфель ну как сказать самый не самый портфель эти времена я еще застал короче короче говоря это это священная цифра 777 и это не случайно дальше это юбилей опять же связанные с иудейской нацией и еще много-много других совпадений так вот какие какие же события будет происходить ну во первых опять же это очень такой сенситив по-русски то есть чувствительный какой-то и очень не ординарная такой скажем тема это война то есть третья мировая война которая все мы знаем всем и предсказано что будет третья мировая была первая мировая была вторая мировая не избежать третья мировой войны и третья мировая война это будет война мусульманство против христианства это описывается в библии то есть не война россии против америки нет какой война россии против америки путин тут ни при чем абсолютно путин мы говорили нас просто раз это был самый это было есть самый влиятельный политик за последние 20 лет вообще на планете вообще из всех государств что и кстати ему будет вот через там определенное время сейчас ему он 52 года рождения то есть ему сейчас 64 года так вот через какое-то время будет там тоже определенная дата ему будет 66 и 60 лет а это три шестерки это мы об этом говорили это число зверя это очень шестерки да да это не значит что это человек плохой там допустим у меня было много людей но как относительно которым я делал консультации нумерологические которых своей матрицы нумерологической имели три шестерки скажем так нострадам сам прожил 66 и 60 лет так путин 1503 1569 то есть путин не демон или не позже упаси нет демоном был демоном был как мы знаем гитлером ну это многие другие я с ним буду говорить про сталина и ленина но наклонности были естественно у них мы сейчас не об этом говорим так вот есть даже такая типа карты ее можно будет привести в общем-то показать то есть какая-то такая демаркационная линия проходит через все и речь идет о западной европе мы пока сейчас не берем скажем соединенные штаты хотя удар будет очень серьезный это уже был удар 45 лет который предсказано кстати там не уже нострадамусом не 45 45 года до 2001 года 57 лет мира он вот был террористический акт а следующий был вторжение в вавилон то есть это было все враг и американских войск поэтому тут тут будет естественно будет серьезные какие-то события происходить но если мы говорим о западной европе как мы знаем там огромное количество мусульманского населения вообще там волна иммиграции среди которых как раз таки это население превалирует то есть эти эти ребята не все конечно воинственные строящие это фанатики которым только вот так скажи они сразу все поднимаются и становится под ружье и вот там этот линия где которая проходит начиная с германии наискосок вниз идет северо запада на юго-восток она идет и вот то что находится севернее этой границе там еще более-менее то что находится на юзной границе это там очень серьезные вещи будет происходить и кстати кстати они уже происходят на самом деле но это как артиллерийская подготовка перед войной как мы знаем перед каким-то решительным действием всегда происходят какие-то очень и очень серьезные такие события начинается артиллерийская подготовка ну вот можно привести пример о том что в турции скажем так там на той вот тут в том районе это землетрясение короче речь идет о каких-то во первых климатических очень серьезных изменениях то есть цунами то есть речь идет о средиземном море и вот те италии находится и другие скажем страны которая вот сломывается этим морем там будет волна цунами очень серьезная и вплоть до затопления всех государств этих которые там находятся и конскольки и предсказания речь идет о том что это все будет как бы так вместе происходить и это будет происходить достаточно скоро по предсказанию повторяю так рассказывали на что мы уже всем уже семнадцатом году или семнадцатом году начало начало будет в семнадцатом году до даты же не объявляется никто но будет начало то есть это и финансовый кризис очень серьезный это будет ну опять же распешка может быть один год речь идет семнадцатый год начала семнадцатый год конец мы этого не знаем но где-то вот так оно будет происходить на март я на марте слышал возможно да про март да про март говорили вот ну какая-то опять же подготовка будет уже в этом году в этом очень есть предсказание о том что не предсказание точнее прогнозы астрологов о том что рождество крисмас и новый год но во первых мы говорили об этом и с астрологами российскими астрологами не стоит путешествовать не стоит где-то там будут отправляться во время крисмаса особенно в воздухе воздухом это ну так можно сказать может быть опасно и таким образом там будет речь идти еще он говорит про израиль значит израиль дата например 22 23 год вот и там речь идет о падении израиля опять же как она будет как она мы этого не знаем но тем не менее там идет речь о строительстве и разрушения храма 2 3 и есть опять же можно проследить это все в библии это все так сказать указано и очень и очень много аналогий что еще можно сказать о том что война будет продолжаться по предсказаниям 20 лет то есть срок окончания вот такой вот третьей мировой войны то есть 20 лет но это очень много все остальные вместе взяты и да но опять же не знаю с какой интенсивностью там об этом естественно не говорится но 32 год примерно вот таким образом это будет но еще раз в каких регионах и глобальное не глобальное мы об этом не говорим но вот такие вот вещи такие скажем предсказания зашифрованы в эти катренах они присутствуют более подробно мы будем об этом говорить потому что там есть еще повторяю очень много материалов ну на этом разрешите откладиться спасибо большое спасибо за интересный рассказ я думаю если у наших зрителей слушателей будут какие то вопросы и комментарии то возможные продолжения да ну как мы знаем это программа беседа на сущном и опять же все программы у нас записываются они попадают в youtube пока есть доступ российским гражданам говорят возможно и не будет но тем не менее мы это дублируем на фейсбуке поэтому информация мы никуда не уйдем от информации как мы будем пользоваться этой информации это не старшилки кстати то есть бункер не поможет но у нас будет программа очень интересная программа в пятницу будет программа с человеком который уже как бы ну вот это все предвидит русскоязычный и будет интересно с ним пообщаться потому что он считает что безопасное место будет находиться дорогие друзья россияне в сибири то есть да то есть там но мы знаем что сибирь это было место ссылки когда-то теперь все меняется то есть все будет полярное все на байкал все изменение будет происходить на байкале действительно происходят очень интересные вещи и мы об этом будем вам сообщать по мере выхода наших программ спасибо большое дорогие друзья до новых встреч до свидания спасибо до свидания до свидания